Друзья, привет! Меня зовут Игорь. Я думаю, настало время немножко нам с вами познакомиться, поэтому предлагаю прогуляться. Я вкратце расскажу, кто я такой и откуда я вообще тут такой красивый нарисовался. Поехали! Я родился и вырос в Ростове-на-Дону, а в 2015 году, в начале 2015 года, мы с другом переехали в Сочи и начали заниматься недвижимостью. Поэтому стаж мой где-то уже около 8 лет работы с недвижкой. Спустя чуть больше года мы основали там свое агентство недвижимости, СанСочи, которое благополучно работает. Недавно, кстати, был день рождения, исполнилось 7 лет компании. Поэтому, если кто-то интересуется вдруг недвижимостью на курорте в Сочи, то ссылочка будет на сайт в описании. Очень классный сайт. Обращайтесь, ребята помогут выбрать лучшую недвижку. Летом 2021 года я решил сменить город и переехать в Калининград и поработать в недвижимости там самостоятельно. И уже были собраны все вещи, куплены билеты. И я, в общем-то, ждал 26 марта рейс на самолет в Калининград. Но после начала полномасштабного вторжения России в Украину, планы, естественно, поменялись полностью. Билеты все посгорали и мы приняли решение переезжать, в принципе, уехать из России. И выбор был, на самом деле, не особо сложным, потому что по совокупности всех вариантов Грузия и Батуми оказались идеальным вариантом для переезда. До Батуми мы добрались в конце марта, в начале апреля. До этого немного погуляли в Тбилиси. И буквально спустя пару недель я решил купить квартиру. Внес первый взнос. Эта квартира была для себя, для жизни в строящемся доме Black Sea. В этом году он уже, этот корпус, сдается. И на канале будут отдельные дневники ремонта, где я буду показывать, как мы делаем ремонт, что получается, что не получается. Поэтому обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить эти ролики. Ну и с тех пор я выложил пару сториз. А так как у меня было много знакомых и друзей, и клиентов, которые связаны были с недвижимостью, тем более с курортной, буквально после нескольких сториз люди начали обращаться. Сначала знакомые, друзья покупали очень много, также клиенты, их клиенты. Я работал по рекомендациям, отдавая кэшбэк со всех своих сделок. И рынок недвижимости в Батуми оказался очень классным. Он чем-то похож на Дубай, своей моделью рассрочек. Здесь в каждом комплексе, строящемся, есть внутренняя рассрочка без процентов от застройщика. Она, как правило, до конца строительства. То есть вы платите 20-30, первый взнос процентов, и остальное ежемесячно или ежеквартально можете выплачивать. И вы выплатите ровно ту сумму, которая изначально была оговорена в договоре и прописана. То есть никаких не будет повышений и цены. И это очень удобно и очень классно. Также все сделки заключаются напрямую с застройщиками, если речь о новостройках. И все прозрачно по договору, вся сумма в договоре. Платите вы через банки официально, либо через меня. Но конечная оплата происходит всегда через банк. Поэтому здесь действительно классные проекты. Не просто обычные дома, а с кучей всяких приколов внутри. Бассейны, кинотеатры, спа и разные скайбары, и разные ботанические сады. Поэтому очень прикольно посмотреть, насколько это круто будет реализовано. Поэтому город меняется благодаря этим комплексам. И очень активно развивается. Я работал принципиально, отобрав несколько только комплексов и застройщиков. То есть я не продавал весь рынок и не продаю до сих пор. Потому что большинство проектов, я считаю, не особо привлекательными. Особенно для инвестиций. 90, наверное, процентов людей и клиентов, которые у меня покупали недвижку здесь, они покупали ее как раз для инвестиций. С разными задачами. Кто-то на долгосрок, кто-то побыстрее, чтобы перепродать. Но тем не менее. Больше половины, процентов 70, наверное, комплексов, которые здесь строятся, они не подходят под эти задачи. И, в общем-то, поэтому я их и не предлагал, и не предлагаю до сих пор. Спустя какое-то время я купил еще несколько квартир. И всего у меня их здесь 5. Все они на этапе строительства находятся. Продавать я их не планирую. Покупал я их в долгосрок с расчетом на долгосрочную сдачу в аренду, когда дома будут достроены. Что, по моему личному мнению, меня отличает от многих людей, которые работают в недвижимости. Не обязательно про батуми, если речь вести, а в целом. Я считаю, что у человека, который работает в сегменте с крупными чеками, а любая недвижимость, даже эконом-класса, это уже крупный чек. Просто все относительно бюджета клиента. Я считаю, что это чувство нужды. То есть если риэлтор в чем-то нуждается в комиссии, нуждается в деньгах, то клиент это чувствует и у него не покупают. То есть создается такой круг порочный, если можно так сказать. Но у меня в целом все окей. У меня несколько источников дохода. Об этом я писал пост в инсте. Тоже подписывайтесь. Ссылка будет в инстаграме. Оставлю на него ссылку прямую. Кому интересно, почитайте. Поэтому недвижимость для меня и недвижимость в батуми для меня это скорее хобби. И я помогаю людям просто выбрать классные объекты под их конкретные задачи, а не продавать лишь бы что попало и в принципе лишь бы продать. Поэтому многим клиентам я даже говорю, что лучше вообще здесь ничего не покупать, если их пожелания не совпадают с теми условиями рынка и объектов, которые здесь находятся. И как раз из-за того, что вопрос заработка у меня не стоит на первом месте и деньги не являются самоцелью, я могу и всегда стараюсь предлагать клиентам условия, которые ниже тех, что обычно дают застройщики. То есть обычно здесь идет 30% первый взнос, так как этот процент он привязан к выплате вознаграждения агентству или риэлтору и так далее. Но зачастую можно купить с намного меньше первым взносом, например, там 20, 15, 25. А бывают комплексы, где можно вообще без первого взноса купить, поэтому я с удовольствием такие предлагаю условия клиентам, если есть необходимость, потому что я могу ждать и полгода, и год свою комиссию. У меня это вообще не принципиально. Еще одна важная деталь, которую я хотел бы отметить по поводу того, как я работаю. Возможно, это кому-то понравится, кому-то не понравится, но смысл в том, что я бы не сказал, что я в принципе продаю здесь квартиры. Я скорее помогаю выбрать хорошие квартиры в хороших проектах. В чем разница, как именно я вижу эту разницу? Я не работаю со страхами клиентов, то есть я никого не убеждаю здесь покупать и работаю только в том случае, если клиент самостоятельно принял решение, что ему эта недвижимость нужна. Но здесь тоже есть оговорка. Это не значит, что я не рассказываю или не обсуждаю с клиентами возможные вероятности развития рынка недвижимости в Батуми и в целом Грузии. Конечно, я рассказываю, естественно, я говорю и о всех рисках, и о том, что может произойти, что может не произойти, но это лишь мое мнение, то есть произойдет так или нет, никто не знает. Поэтому если человек очень сильно боится, то я рекомендую вообще тогда не покупать, чем потом мучиться просто. Также я никогда не настаиваю на покупке, то есть если человек хочет приобрести, я просто подсказываю и направляю, исходя из тех знаний, той насмотренности, которую я получил в процессе работы и здесь, и в Сочи. Насмотрелся я много на разные комплексы и на обещания застройщиков, поэтому и покупал сам, и был опыт и покупки участка, и продажи домов, и продажи земли, и покупки апартаментов для перепродажи. Это я имею в виду личный опыт. Поэтому я считаю, что у меня есть определенный набор знаний и насмотренности, несмотря на относительно молодой возраст, чтобы рекомендовать и заявлять о какой-то своей экспертности. А это вот одна из местных таких достопримечательностей скрытых, которые на Новом Бульваре. Это, в общем-то, да, это шлепки, которые на яйцах стоят. Не знаю, в чем смысл, вроде как никто не знает. Но выглядит интересно, по крайней мере. Что еще могу сказать? Я никогда стараюсь не умничать и не делать вид, что я всезнающий человек. Естественно, это не так. И ни один человек не может знать все. И всегда, когда меня спрашивают, допустим, насколько подорожает квартира, я человеку говорю, не знаю. И никто не знает. И если вам кто-то будет, кто-то вас будет убеждать и рассказывать, что она подорожает на столько-то процентов за год, это все пальцем в небо. Один может сказать, что она подорожает на 100%, другой, что на 50%, третий, что она не подорожает. И вот в зависимости от итогового результата, кто-то просто угадает, а двое не угадают. И получается, психологически для покупателей, тот, кто угадал, будет красавчик. А тот, кто не угадал, он некомпетентен, он не шарит. Но на самом деле это просто элемент удачи. Понятно, что это относительно непросто пальцем в небо. И подобные прогнозы можно делать, исходя из набора каких-то факторов. Но какими бы ни были эти факторы, есть всегда очень большой процент неизвестности, который может привести к движению рынка в одну или в другую сторону. Как это, например, было с ковидом, так же, как и, например, это было с 24 февраля. Потому что до этого квартиры в Батуми сдавались по 200-300 долларов, большие квартиры. Сейчас ты за 700, за 800 не всегда студию даже найдешь. Поэтому вот такие вот цены. Очень много моментов, которые могут повлиять как на рост, так и на стагнацию недвижимости и рынка недвижимости в Батуми и в Грузии в целом. Естественно, это риски. Любая инвестиция – это риски. Независимо от того, какой надежный застройщик, какой классный проект. Может рынок встать, может не встать. Поэтому тут каждый, кто покупает, он должен понимать эту ответственность свою за покупку и риски. Поэтому я никогда никого не убеждаю, не уговариваю. И работаю только с теми людьми, кто принял решение о покупке. И его не нужно убеждать, не нужно быть для него психологом, политологом и так далее. Поэтому я рекомендую подходить исключительно так. То есть если у вас есть страхи, вы переживаете за что-то, то изучите эти вопросы. Я со своей стороны всегда расскажу, как устроен рынок, какие риски вижу я, в каких случаях они могут сработать, а могут не сработать. Но финальное решение всегда, конечно, должно оставаться за клиентом. Поэтому покупайте классную недвижимость, вам решать, как это делать. Можете покупать сами, можете обращаться ко мне или кому-то, кто вам больше нравится. Здесь главное, чтобы человек, которому вы обращаетесь за помощью в выборе недвижимости, вы разделяли его точку зрения и картину мира, чтобы вам это было близко и комфортно, в первую очередь, работать с человеком. Ошибиться может любой, но пока что рынок растет. Поэтому надеюсь, что все, кто покупает здесь недвижимость, они будут довольны, независимо от того, где именно они купили квартиру. Если вам понравилось видео, пишите комментарии, ставьте лайки. Если понравится, то можно будет делать больше роликов таких просто разговорных, где прогуляемся, что-нибудь расскажу. Поэтому любая активность приветствуется. А я с вами прощаюсь. До новых видео. Пока.